Добрый день друзья! Обычно мы делаем еженедельный уход за аквариумом, который заключается в подмене одной пятой части воды, небольшой сифонки. Ну и временами приходится делать прополку в аквариуме, прополку растений в аквариуме. Но кроме этого аквариум нуждается иногда в основательной промывке. И вот вчера я решил сделать такую основательную промывку аквариума. Как бы мы ни старались, при еженедельном уходе, все равно в углах каких-то отдаленных местах аквариума собирается грязь, собирается муть, и это надо все удалять. Также в воде аквариума постепенно накапливаются нитраты, пасфаты и это тоже желательно удалять из аквариума. Как я делал вот эту основательную промывку аквариума? Вчера я начал с обычного ухода за этим аквариумом, начал прополку аквариума, обстриг всю в леснерию, потому что удалить длинные листья в леснерии из поверхности невозможно. Я просто взял ее, постриг, основательно промывал фильтр и подменил пятую часть воды, просифонил грунт. Все это обычный уход за аквариумом. Но я также начал очень большую прополку в этом аквариуме. Тут поднялась муть, я все еще не успел закончить с этой прополкой. Вот тут часть в леснере еще торчит, вырванная из земли, и это надо сейчас привести в порядок. Я также достал из этого аквариума все кочки, которые можно было достать. Достал вот из этого угла и выкинул в абикусу, которая уже отработала свое, и чтобы вода была чище, чтобы меньше было в воде нитратов. Я эту абикусу отсюда просто убрал. Часть прополки я поместил сюда в контейнер. Что-то из этого будет возвращено в аквариум, чуть-чуть поменяется дизайн. Часть прополки я пока поместил вот сюда вот на полочку. Сейчас я вам покажу, что это за прополка, которую поместил в соседний аквариум. Это вот такой вот папоротник. Очень красивый, пышный папоротник. Он прирос к камню. Я его достал, промыл хорошенько, убрал все старые сухие листья, гнилые. Это вот такой вот камешек, с анубисом, который я также весь хорошенько промыл. И вот такой вот большой камень с папоротником. Замечательная кочка. Она у меня стояла вот в этом углу аквариума. На ней было очень много грязи. Я ее хорошенько промыл под струей воды. Под этим камнем также была куча грязи и пришлось хорошенько сифонить дно аквариума под всеми этими кочками, корягами. То есть грязь в этом аквариуме копится во всяких потаенных местах. Сейчас я продолжу уход за этим аквариумом. Поменяю сегодня еще одну пятую часть воды, продолжу прополку и завтра буду завершать. Завтра буду восстанавливать дизайн аквариума. Буду сажать на место растения. И в заключение завтра поменяю еще одну пятую часть воды, чтобы вода у меня как следует хорошенько очистилась, посвежела. И тогда аквариум можно будет забыть на лето. И осуществлять летом только обычный уход за аквариумом, с небольшими подменами воды и кормлением рыб. Как я вам уже говорил, летом за аквариумом особенно ухаживать некогда. Но сейчас у меня выдалось немножко свободного времени, и я решил как следует промыть этот аквариум от грязи. Вот здесь было очень много ила, отсюда я извлек пару кочек. И очень много грязи. Отсосал сифоном отсюда. Вот там вот еще есть немного грязи. Я думаю, удалить отсюда еще вот эту волеснерию гигантскую. Она растет здесь слишком быстро и в этом аквариуме ни к чему. В основном здесь зеленые растения. То есть не в основном, а все растения зеленые. Этот аквариум зеленый и будет таким светленьким, зелененьким и в дальнейшем. Пока менять что-то серьезное в дизайне этого аквариума я не собираюсь. Но завтра посмотрим, что у меня получилось. Биологию в этом аквариуме поддерживает фильтр Versomax 3. Он же осуществляет и аэрацию аквариума за счет вот этого поверхностного движения воды. Происходит газообмен между водной средой и воздухом в помещении. Вот так же идет фильтр. Видно легкое движение воды. Таким образом осуществляется аэрация в этом аквариуме. Фильтр, как я уже сказал, заряжен на биологию. Этот фильтр Versomax 3 рассчитан на объем аквариума от 80 до 300 литров. 300 литров он, конечно, не потянет. Но у меня здесь геометрический размер аквариума 130 литров. Воды здесь литров 110 литров. И этого фильтра мне здесь вполне хватает, для того чтобы поддерживать параметры воды в норме. Часто также возникают вопросы по освещению. Освещение у меня здесь обычный уличный прожектор на 30 ватт. Светодиодный. 6500 кельвинов. Он совершенно холодный. Вообще не греется. Работает уже у меня очень долго. Но вот сейчас его температура около 45 градусов. По крайней мере руку я держу совершенно спокойно. Я просто соорудил для него такую подставку из того, что было. Достаточно для этого аквариума. Растения все растут замечательно. Не жалуются во всяком случае. Вот в этом углу аквариума совершеннейший валенок из корней растений. Там полно ила. Я никак не могу понять что там происходит. Там все переплелось. Вот так вот захватывает немножко сифон захватывает мелкий песочек. Пытаюсь сейчас просифонить этот угол основательно. Потом растения все поправлю. Ну а сам песочек слегка вот так вот взбаламучиваю сифоном над самой поверхностью. И грязь потихоньку собирается в сифон. Вот эта карликовая сагитария здесь хорошо разрослась самостоятельно. Естественно натуральная. Думаю, что убирать ее не стоит. Возможно немножко прорежу кое-где. Самое сложное было выбрать побеги валеснирии вот из этой кочки из большой. Они там переплелись со мхами и папорками. И сейчас часть валеснирии еще, как мы видим, закрывалась в эту кочку и удалить отсюда ее очень сложно. Ну а сейчас попробую удалить вот ту гигантскую валеснирию на заднем плане. И посмотрим, что из этого получится. У нее просто очень гигантские корни. Чувствуется, что очень много ила. Надо оборвать у нее все вот эти вот побеги, на которых росла, росли дочерние растения, чтобы не потревожить весь аквариум. Вот я достал ее с детками. Вот детка у нее вот такая. Мне советовали. Вот какие у нее корни. Один из подписчиков мне посоветовал посадить ее в бассейн. Сейчас я попробую проделать это. Посажу ее в бассейн и посмотрю, как она там будет расти. Выкидывает мне совершенно ее неохота. Растение вообще хорошее, крупное. Правда, я уже обрезал у нее длинные листья. Вот мы видим спиральки. Это она так свела. Такие вот спиральки, которые она выпускает в поверхность и на концах этих спиралях появляются цветы. Вся в цвету. И сейчас она мне пойдет в пруд. Вот видите, что там получилось. Какая муть там поднялась. Сейчас я попробую просихлонить вот тот угол. И вот это все благоухает и растет в солоноватой воде. Хочу напомнить вам, что это у меня солоноводный аквариум, где я подсаливаю воду морской солью столовую ложку на ведро воды. Вот что у меня получилось. После того, как я достал оттуда гигантскую волеснерью, вот там нашел еще один кустик волеснерья гигантский. И хочу вам показать, как выглядит пучок волеснерья обычный. Вот этот сроссичьего корня. Один комок с илом вместо кормил. Сейчас я его немножко промою и посажу назад. Куда за почку. Вот так вот происходит, друзья, когда мы собираем в аквариуме горки из всякой лавы, лабикус. Вот столько мусора собирается в этих горках, несмотря на то, что работает фильтр. Сейчас я попробовал немножко разобрать эту кучу. И дальше работать в этом аквариуме невозможно. Просто поднялась страшная муть, ничего не видно. Придется все это оставить до завтра. Это звучит вот сейчас мой фильтр, мой вирсамок. Я убрал вот сюда пятую часть воды. Сейчас долью воды и оставлю отстаиваться все это до завтра. А завтра окончательно выйду порядок. Это просто какой-то кошмар из скутанных камней и ила. Ила в этих корнях очень много. Я пытаюсь промыть эту леснерью, разобрать, которая росла за горкой под самым фильтром. Совершенно непонятные какие-то комки. Уже вытащил отсюда пару камней лавы. Но вот разорвать это совершенно невозможно. Вот так сейчас рослось, переплелось и в этой горке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин